друзья ну что привез меня олег на площадь ленина спасибо большое хорошему человеку как мог немножко он меня в курс дела ввел сейчас мы находимся у стен тульского кремля перед нами одна из башен который называется башня адоевских ворот если вдруг неправильно ставлю ударение ребятки поправляйте я не волшебник я только учусь и чтобы понять как вообще кремль и что у него внутри расположена вот посмотрим на схему здесь он нарисован в полную величину так у нас получается успенский собор колокольня успенского собора богоявленский собор так что у нас еще да и весь кремль у нас огорожен девятью башнями и каждый имеет свое название но я сейчас о названиях не буду давайте мы сейчас сходим и с вами все вместе посмотрим кремль еще открыт сейчас мы войдем во внутрь и пройдем мы прямо на казанскую набережную а там посмотрим тут вот говорят что в этом году тоже очень красиво построить сделали построечки такие для прогулочек для отдыха и для для развлечения пойдемте с вами сейчас посмотрим все как говорится своими глазами друзья не судите меня строго так я кстати после дня то прихватил пакетик с собой с курткой потому что будет прохладно солнышко у нас уже заходит сегодня опять под задержался но это было связано с решением по работе хотели меня срочно послать на загрузку а потом отменили так что у нас здесь проход запрещен проезд только автомобилей а мы идем в такую арочку да сейчас посмотрим какой же толщины здесь стена ну а толщина скажем так не очень большая по сравнению с нижегородским кремлем но может быть это только в одном месте ну ладно у нас суть не в том чтобы толщина толщиной стены в мире пойдемте посмотрим на такую колокольню о колоколовка на ней сколько класс сейчас мы все это поближе посмотрим друзья прямо перед нами успенский собор и колокольня успенского собора время на часах без пяти семь вечер блин как здорово все ходит точно как в аптеке и здесь памятник дмитрию донскому стоит он у подножья колокольня красавица давайте прогуляемся здесь динский собор сооружен 1762 по 1764 год два года строился ну два года это не срок когда вот 20-30 лет строится туда здесь сейчас идет реставрация хотел немножко заглянуть вовнутрь но здесь все загорожено она только гулька сидит сторожит чтобы никто не заходил там идет реставрация ну ладно ребятки раз там закрыто давайте просто посмотрим что у нас здесь находится внутри тульского кремля смотрите как все ухожено газончики пострижены стены стоят кирпичик к кирпичику сейчас как раз и погодка сегодня прям душевные просто были так а здесь у нас друзья а это у нас арт-объект светлая пасха подаренные губернатором подарок губернатора тульской области дюмина 28 апреля 2019 года а внутри обратите внимание точные копия успенского собора классно да место такое тихо и спокойное а перед нами богоявленский собор наверху двуглавый орел со стрелкой то ли флюгер по ветру то ли уже направление показывает где находится запад получается сна солнышко заходит до стрелка показывает на запад здесь где-то находится музей оружие сейчас подойдем посмотрим поближе да как здесь все чисто и красиво прям ходить их смотреть одно удовольствие а у башен крыши так и остались с тех времен деревянные яблонька да их даже их наверно просто темной краской покрасим или такое дерево темно так а музей оружие находится у нас здесь так а здесь тоже все на реставрации ребятки поэтому мы туда не попадаем жаль жаль но идемте на казанскую набережную так тропинок здесь много так что можно гулять по всему кремлю и ник ни на кого не натыкаться и не спотыкаться лавочки пожалуйста все культурно старинном кованом стиле хотел сказать ножки сделано из кованого металла но может быть и литье скорее всего не будем заострять на этом внимание вот пожалуйста это вот внутренняя стена для того чтобы можно было в любой момент отразить нападение врага здесь как раз вот за этими перилами стояли воины которые охраняли да сначала строилась стена куда потом уже вот к стене еще пристраивалась еще одна стена для того чтобы могли защитники передвигаться но это мои догадки я могу и что-то напутать так что не судите меня строго я не историк искусствовед я просто делюсь с вами своими впечатлениями так да если мы сейчас пойдем прямо мы как раз вот с этой башенки через за ручку выйдем на казанскую набережную так он небольшой относительно территории кремля я все сравниваю с нашим кремлем нижнего новгорода но это и хорошо можно сразу за один день за один час посмотреть все красоты так а это вот какая-то сцена я так думаю что она здесь временно поставлена так а это у нас это у нас музейный выставочный комплекс и судя по новой постройки он еще и не открыт наверно потому что я вижу что все застекли застекли но но внутри насколько позволяет глазу увидеть пока ничего нет то есть он еще находится в стадии подготовки да и на дверях даже нет ручек чтобы лишний раз не дергали да большая территория со стеклянной крышей так ну что кремлем полюбовались пойдемте посмотрим что находится за кремлю за кремлевскими стенами пойдемте на набережную да здесь вот еще а тульские пряники вот и чего хотел посмотреть почему здесь тульские пряники здравствуйте Они с начинкой, без начинки? Макет и стол. А тут даже вот есть цветные крыльчки. Макет и стол. Макет и стол. Макет и стол. До свидания, Тульский Кремль. Мы еще приедем, просто времени сегодня мало. Еще раз полюбуемся и выходим мы на Казанскую набережную. И выходим мы через башню водяных ворот, построенную в 1520 году. Вот это да. А вот она, Казанская набережная.